Всем привет! С вами Нескин и сегодня я хотел бы рассказать об одной проблеме, которая встречается с наушниками Xiaomi Piston 3. Я лично, так сказать, пережил этот случай и решил записать видосик обучения, как можно решить эту проблему. В общем, в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что у меня, например, один наушник, это левый, стал очень тихо играть по сравнению с правым наушником. После, так сказать, краткого экскурса по форуму fpda.ru, многие его знают, узнал, что причина всего этого, это то, что канал, вот этот звуковой, да, то есть через который звук идет от динамика в ухо, этот канал забивается. Потому звук из него такой тихий. Чтобы это, так сказать, исправить, его нужно прочистить. А чтобы его прочистить, нужно вот эту вот решеточку, которая тут находится, да, ее нужно вынять и почистить. И тогда звук у вас свернет. Но это только в том случае, если у вас звук тихо играет. Если у вас звука вообще нет, то это, возможно, уже сам динамик мертвый. Давайте на примере правого наушника я вам покажу, как это все сделать. Разобрать это довольно просто. Я с вами покажу поближе. Давай, фокус. Вот эту вот решеточку нужно вытянуть и ее почистить. Ну, давайте займемся делом. У меня есть вот такая вот штучка. Она, по всей видимости, честно, даже не знаю, для чего она. Это, видимо, как-то обрабатывать ногти. Но мы будем ее использовать для того, чтобы починить наушники. В общем, нам нужно снять эту решетку. А снять эту решетку можно каким-то очень тонким предметом, ножиком. Очень тонким. В общем, что-то очень тонкое нужно вам взять, чтобы ее как-то поддеть и вытянуть. Желательно это делать аккуратно, потому что, если мы поломаем эту решеточку или она где-то потеряется, то весь, так сказать, мусор, который есть у вас в ухе, будет попадать в динамик. И тогда почистить этот наушник будет намного сложнее, потому что его придется тогда полностью разбирать или придется искать какую-то альтернативу этой решеточке. Ну что ж, давайте попробуем снять эту решеточку. Ее как-то нужно поддеть и вытянуть. Так вот, немного помучившись, я немного ее поддел. Как видите, вот на экране, то есть я ее немного поддел и одной стороной, грубо говоря, вытянул. Сейчас нам нужно ее полностью вытянуть и почистить. Сейчас я это сделаю. Давайте посмотрим, как это у меня получится. Так вот, вынимаем аккуратненько, аккуратненько. Поддеваем с другой стороны. Если бы вы видели, как я это все записываю и делаю, вы бы просто ужаснулись. Давайте ее потихонечку с одной стороны вот так вот поддевать нужно. Пытаться как-то с другой стороны, чтобы она не перегнулась. Как-то ее отсюда. Может даже руками взять, вытянуть. Нужно быть осторожным, потому что такую же решеточку очень трудно найти, а тем более назад вставить. Это та еще проблема. То есть ее нужно как-то аккуратненько поддевать и вытянуть ее, для того, чтобы ее почистить. Вместе с этой решеточкой имеется небольшая прокладочка. Ее желательно не терять, потому что она не дает попадать мусорю внутрь наушника. Ее нужно сохранять. Давайте потихонечку будем так поддевать. Вот, все, мы ее грубо говоря почти достали. И нужно немного ее как-то вытянуть. Вот, все, вытянули. Видимо, тут пустое пространство, тоже почистить нужно. А вот сама получается решеточка со вкладочкой. Видите, беленькая вкладочка. Это получается у нас прокладка, которую мы убираем, там вычищаем. И потом, когда мы уже почистили эту решетку с этой стороны, да, нам нужно будет эту прокладку установить назад и вставить назад наушник. Давайте я сейчас попробую ее почистить. И попытаюсь назад, так сказать, вставить. С левым наушником мне это помогло. Давайте посмотрим теперь справа, поможет мне оно или нет. Вот так вот она выглядит, получается. Видите, какая-то грязь туда попала. Неизвестно как. Ее нужно нам вычищать и убирать. Давайте вот эту сейчас почищу. Не знаю, на камеру получится ли заснять. Как я это все буду делать. Фокус долгий у телефона. Так, надеюсь, так будет видно. Ну, давай, фокус. Не знаю. Сложновато немного. Давайте попробую вот так вот сделать. Ну, ладно. В общем, я сейчас почищу. И уже, так сказать, вы увидите, как я буду назад вставлять эту штучку в наушник. Так вот, я эту штуку уже почти полностью засунул внутрь. И вот немного осталось, получается. Видите, да? То есть, ее нужно дальше просунуть. И чтобы, так сказать, она залезла, как и была. Чтобы ничего не торчало. Давайте попробуем немного продавить. Внутрь. Так как это решетка, тут есть много маленьких проводочков. Эту штучку почти полностью засунул. Как видите, немного осталось. Сейчас я ее дальше утрамбую, так сказать, чтобы не пропускало дальше всякую грязь внутрь. И, грубо говоря, проблема решена. Звук с этого наушника и с того наушника одинаковый. Лично я уже думал, что это все. Наушники полетели. Уже думал заказывать себе какие-то новые. Но, как видите, нашел решение проблемы. Решил записать видео. Поделиться с вами. Ну, не знаю. Надеюсь, кому-то помогу. У кого такая же проблема. Но, напоминаю, это работает только в том случае, если вы стали замечать падение громкости. Если у вас пропал полностью звук, то, по всей видимости, это получается динамик, который в наушнике. А не просто забился канал. Если вы чувствуете небольшое звучание с динамика, да, то есть, раньше было нормально, а тут бац, и через неделю, грубо говоря, звука почти вообще не слышно. То это, по всей видимости, забился канал просто. Можно их почистить, и будет все отлично. Ну, это в самом, так сказать, лучшем исходе. Может быть, конечно, посаженный уже быть динамик, но тут все от ситуации зависит. Попробовать стоит. Мне лично помогло, и я очень рад. Наушники очень крутые. Всем советую. В общем, я сейчас закончу и буду, так сказать, с наслаждением слушать музыку. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я кому-то помог. До скорого.